С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте и в этом выпуске. И вновь заболевшие ковид-19. Один из них вернулся из отпуска, который провел за пределами округа. Глава региона провел оперативный штаб по коронавирусу. Первый рейд в этом сезоне на воде провел Центр природопользования и охраны окружающей среды. Выявлены первые нарушители. Веселые старты среди кадетских классов провели в спортивном обществе «Динамо». Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. Почти три недели на территории Ненецкого округа не регистрировались новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Более того, ни в стационаре, ни амбулаторно не лечился ни один человек. И вновь двое заболевших, выявленных за последние сутки. Один из заболевших вернулся из отпуска, который провел за пределами округа. Заболевания протекают в легкой форме. Пациент получает лечение амбулаторно. Второй заболевший – житель округа, которому за 80 лет. Госпитализирован в стационар Ненецкой окружной больницы. Об этом на оперативном штабе при губернаторе Ненецкого автономного округа сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения. В нашем округе соответствующее необходимое медицинское обеспечение существует и обеспечено. На базе Ненецкой окружной больницы развернуты соответствующие койки, в том числе койки, которые имеют аппараты искусственной вентиляции легких. То есть все необходимое есть. Также на заседании штаба обсудили будущие выпускные в общеобразовательных школах. Торжественные церемонии вручения аттестатов пройдут на улице около школ в присутствии родителей. В регионе продолжается вакцинация от ковида. В субботу во взрослой поликлинике Нарьинмара и в поликлинике поселка Искатель с 9 до 13 часов пройдет вакцинация от коронавируса без предварительной записи. Акция по вакцинации без предварительной записи проводится в третий раз. В первый день проведения она собрала более 80 человек, во второй – более 100. В связи с большим спросом принято решение проводить акцию каждую субботу. Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт с НИЛС и полис ОМС. Вакцинация проводится лицам старше 18 лет. Перед прививкой врач-терапевт проводит осмотр пациента с измерением температуры, уровня кислорода в крови и осмотра зева. Собирает сведения о возможных контактах с инфицированными, о реакциях на другие прививки и информирует о возможных реакциях на вакцину от коронавируса. В Ненецком округе состоялось первое в этом сезоне рейдовое мероприятие Центра природопользования и охраны окружающей среды. В ходе рейда были выявлены следующие нарушения. Незарегистрированные сетные орудия добычи водных биологических ресурсов, несогласованное с Центром природопользования и охраны окружающей среды пребывание на границах особо охраняемых природных территорий жителей региона – рыбаков и охотников. Провели первый рейд по воде на втором участке Нижнепечорский. К сожалению, должен констатировать, что мы сегодня выявили очень много нарушений, семь фактов, кроме нарушений, связанных с незаконным выловом водно-биологических ресурсов. По данным фактам будет буквально сегодня возбуждено административное производство и, соответственно, будут проводиться мероприятия по установлению виновных лиц. Наказание предусматривает штраф в сумме от 3 до 4 тысяч рублей. Подобные мероприятия проводятся Центром регулярно, а во время весенней охоты – практически ежедневно. Сделать работу сервисов МФЦ и госуслуг еще доступнее. В Департаменте здравоохранения прошло рабочее совещание с участием Департамента цифрового развития. На заседании присутствовал депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. Государственные онлайн-сервисы в регионе крайне популярны. По статистике, Ненецкий округ – лидер среди регионов России по количеству жителей, зарегистрированных на сайте госуслуг в пересчете на душу населения. Здесь регистрируются, чтобы получить материальную помощь на детей, оплатить коммунальные услуги, получить справки и выписки. На плечи сотрудников ложится громадная нагрузка. Мы знаем о том, что в декабре председатель правительства подписал постановление о расширении тех полномочий, тех функций, которые выполняет сегодня наш МФЦ. Это действительно такое, на мой взгляд, прогрессивное, хорошее направление. Совсем недавно у нас вообще не было Ненецкого автономного округа, а сейчас практически в каждом населенном пункте люди приходят, оформляют документы. И практически МФЦ в значительной степени берет всю нагрузку на себя, освобождая людей от хождения по инстанциям, по перепискам и прочее. По мнению парламентария, помогать МФЦ надо конкретными мерами. И в первую очередь увеличивать штат этих служб. По этому вопросу готовится обращение в профильное федеральное министерство с предложением расширить штатное расписание отделений соцзащиты. Есть предложения на федеральный уровень, в частности по штатке, по нашему отделению социальной защиты. Минтруд запросил у них, они их выставили на федеральный центр. Но, по крайней мере, реакции пока никакой нет. Я знаю, что в целом по федерации этой реакции нет. Поэтому сейчас они повторно готовят вот эти документы с тем, чтобы утрясти штатку, чтобы все это было у нас эффективно работало. Возьмем на контроль вот это исполнение документов на уровне уже Министерства труда и социальной защиты Федерации с тем, чтобы каким-то образом оказать поддержку здесь регионам. Также Сергей Коткин отметил, что намерен взять этот вопрос под личный контроль. Объявлен донабор в кадровый резерв молодежной палаты при собрании депутатов Ниницкого округа. Войти в кадровый резерв палаты могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие в регионе или окончившие учебные заведения в округе, а также постоянно проживающие в Российской Федерации за пределами округа. Студентка социально-гуманитарного колледжа Юлия Власова – соискатель начленства в молодежной палате. Девушка имеет активную жизненную позицию и мечтает сделать жизнь студентов округа лучше. Это реальный шанс перейти от простых диванных разговоров к каким-то конкретным действиям и попробовать решить какие-то насущные проблемы для молодежи. К списку основных документов молодые люди готовят мини-проект, содержащий предложения в сфере совершенствования молодежной политики в округе с обоснованием необходимости их принятия. Юлия написала эссе, в котором изложила свое видение молодежной проблематики в регионе и высказала свои предложения. Для себя лично я отметила такие проблемы, как трудоустройство молодых специалистов нашего города и в том числе ребят, которые закончили высшее учебное заведение, так как рынок труда у нас перенасыщен уже имеющимися кадрами с большим стажем, например. Я вносила предложение в том числе пересмотреть актуальность некоторых профессий в наших СПО, создать новые списки самых актуальных и востребованных для данного времени и в том числе создать молодежную биржу труда. Молодежная палата создана для совместной работы окружного парламента в сфере законодательного регулирования прав и законодательных интересов молодежи. Десятый состав молодежной палаты сформирован в прошлом году. В него вошли 15 молодых людей, которые будут исполнять свои полномочия на протяжении трех лет. Дело в том, что у нас молодежная палата расширяется. У нас при первом наборе получилось так, что два человека выходят из состава молодежной палаты. По своим причинам переезжают в другой город, либо даже по своим личным каким-то причинам. Так как по новому положению у нас в составе резерва меньше пяти человек, поэтому мы объявляем до набора. Войти в кадровый резерв палаты могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие в регионе или окончившие учебные заведения в округе, а также постоянно проживающие в Российской Федерации за пределами Ненецкого автономного округа. Неравная борьба. Проблема распространения ВИЧ-инфекции остается актуальной для всего мирового сообщества, в том числе и для нашей страны. По данным статистики, до 2020 года в России зафиксировано около 900 тысяч человек с положительным статусом ВИЧ. Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ около 900 тысяч. Каждый час в России заражается 9 человек. Такова неутешительная статистика. ВИЧ-инфекция не распространяется по воздуху. Невозможно заразиться через рукопожатие, при объятиях, через пот или слезы, при кашле и чихании, при использовании общей посуды, постельного белья, предметов гигиены. Распространение идет половым путем, парентеральным через кровь или вертикальным от матери к ребенку. Я всем предлагаю лечение. Всем. Я так и объясняю, что с ВИЧ-инфекцией можно жить так же, как живут с сахарным диабетом, так же, как живут с гипертонической болезнью. Там только надо принимать таблетки. Каждый день принимать таблетки. И тогда вот эта проблема, она решаемая. Когда наши пациенты принимают лекарственные препараты, они перестают быть источниками инфекции. Что мы добиваемся нашим лечением? Мы добиваемся того, что вируса становится настолько мало в организме, что человек уже этот вирус не выделяет. То есть, те, кто находится на лечении, они у нас социально не опасны. Провериться на все инфекции можно в консультативно-диагностическом кабинете по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа. Гарантирована полная анонимность. В случае обнаружения инфекции с каждым пациентом ведется отдельная работа. Однако в такой ситуации больше всех может помочь врач-психолог. Вот это большая проблема, потому что такой врач должен быть. Обязательно должен быть врач-психолог. Причем это должен быть обученный специалист. Не кто попал с улицы, а человек, который прошел специальное обучение по работе с такими пациентами. Это очень сложная категория пациентов. И вот так вот должен быть человек подготовлен. Я об этом говорю, но почему-то вот как-то еще пока об этом меня плохо слышат, может быть, потому что считают, что мы тут сами справляемся с этой проблемой. Но это не совсем правильно. Вирус гепатита С также передается через кровь. Однако вылечить это инфекционное заболевание можно уже сегодня. Мы сейчас успешно лечим гепатит С. У нас сейчас есть препараты, которые позволяют вылечить гепатит С. Другое дело, что препараты это дорогостоящее, и может быть у нас нет возможности вылечить всех. Хотя к этому, конечно, надо стремиться. К этому надо стремиться. И даже в программе нашего развития мы хотим в планах сделать территорию нашего округа свободную от вирусного гепатита С, по крайней мере, потому что есть эффективные препараты. Что касается гепатита В, то он поддаётся лечению. Однако до конца избавиться от недуга пока невозможно. Гепатит В встречается реже, но вот сейчас на фоне лечения гепатита С гепатит В у нас тоже становится такой достаточно серьёзной проблемой. У нас есть препараты, которые сдерживают развитие гепатита В, препараты, которые не дают этому заболеванию переходить в более тяжёлую стадию. Но, к сожалению, у нас ещё нет таких полноценных препаратов для вылечивания, как при гепатите С. Но, тем не менее, у нас есть возможность это заболевание контролировать. От инфекционных болезней никто не застрахован. Из-за недостатка информации диагноз часто воспринимается как приговор. Возникает растерянность, боясь за своё будущее, появляется страх потерять семью и работу. Чтобы с этим справиться, требуется поддержка. Но не все могут просить о помощи близких людей. Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме. По телефону, номер которого вы видите на своих экранах, любой желающий может получить консультацию по всем интересующим вопросам. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Кадеты на старт. В Нарьинмаре прошли весёлые старты среди кадетских классов. Традиционно организатором мероприятия выступает спортивное общество «Динамо». Подробности далее. Ваша команда – «Орлята». Один из участников команды «Орлята» – пятиклассник Андрей Воколюк. Ученик кадетского класса в этом конкурсе участвует впервые. Мальчик говорит, что перед соревнованиями прошёл хорошую подготовку на уроках физкультуры. Шество над его классом взяла Росгвардия. Росгвардия может прийти к нам на классный час, рассказать что-то интересное, полезное для нас. Ну, и ещё получается. В принципе, у нас на школу один такой класс Росгвардии. То есть, росгвардейцы, они с нами с младших классов. Восьмиклассница Людмила Подволоская в весёлых стартах не новичок. В прошлый раз их команда принимала участие в эстафете. Девочка занимается в кадетском классе, который курирует у МВД. Люда мечтает стать судмедэкспертом. У нас проводятся уроки мужества и соревнования проводят. Полиция, там МЧСники тоже приходили. В соревнованиях участвуют четыре кадетских класса – подшефных МЧС, Росгвардии, Юнармии и ОМВД. Лучших выбирало жюри в каждой возрастной категории. Ученики пятого класса соревновались с шестым, седьмого – с восьмым. Никого из ребят не хочется как бы обделить вниманием. И разница в возрасте. Потому что соревнуются четыре команды, и все разные по возрасту. Начиная с пятого, заканчивая восьмым классом. Оценивать. Мы, конечно же, в любом случае оцениваем таким образом, как ребята и стараются, и выполняют. Но старания здесь, сами прекрасно видите, более чем достаточно. Что самое показательное и интересное, по возрастным группам, даже ребята в младших классах сейчас в эстафете показали себя лучше, чем старшие. Кроме соревновательного элемента на сегодняшних веселых стартах, начальник управления внутренних дел Максим Кузнецов вручил старшине кадетского класса погоны вице-сержанта. Почетно, но дополнительная ответственность. Мы готовим себе смену. Все силовые структуры, МЧС, ОМВД, Росгвардии. Все заинтересованы в подготовке уже с юных лет спортивных, физически развитых детей. В старших классах мы начинаем уже преподавать профильные предметы, специальные предметы для них. Постоянно проводим занятия с этими детьми. Мы участвуем в совместных походах, выходах на природу, палаточные лагери организуем. Поэтому нам очень это необходимо. Это подготовка наших будущих поколений. Тем временем в зале «Дюц-лидер» разворачивалась напряженная борьба за первое место. Команды бегали, приседали, отжимались. В результате первое место среди младших кадетских классов у учеников четвертой школы. Это кадеты МЧС. Среди седьмых и восьмых классов победу одержала команда восьмиклассников «Адреналин», тоже из четвертой школы. Главная цель нашего сегодня мероприятия – это, конечно, пропаганда здорового образа жизни. И еще, наверное, все-таки научить детей работать в команде, чтобы у них была самовыручка, чтобы они работали командой, чтобы не только один человек, а боролись, чтобы вся команда победила. Команды победителя получили золотые кубки «Динамо» медали. Все участники соревнований отмечены сладкими призами. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». На сцене Дворца культуры «Арктика» зажглись новые звезды. Уже в эту субботу в столице Ненецкого округа пройдет закрытие 76-го творческого сезона и церемония награждения его участников. На генеральные репетиции «Виват-артист» побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Творческие коллективы Дворца культуры «Арктика» готовятся к генеральной репетиции концертов «Виват-артист». Давайте пройдем за кулисы и посмотрим, какое настроение у них. С боевым настроем и улыбкой, без капли волнения, студия-театр «Остров» готовится к выходу на сцену. Пока сохраняется интрига и театралы не знают, какую номинацию они выиграют, но они верят и надеются на высокую оценку их творчества. Ну пока что все это держится в секрете, мы даже не знаем, но мы знаем, что наш спектакль зрители восприняли с большой теплотой, что всем очень понравилось, поэтому надеемся, что какую-нибудь номинацию все-таки возьмем. Ну и я тоже думаю, что возьму. Меня попросили прочитать мой прозаический отрывок. Надеюсь, что-то получу. Каждый концерт во Дворце культуры имеет свою тематику. И «Виват-артист» не стал исключением. Концепция закрытия 76-го творческого сезона будет соответствовать тематике года науки и технологий. Несмотря на пандемию, все коллективы достаточно трудно вернулись в прежний очный формат проведения мероприятий. Безумно рады, безумно трудно. Трудно, я повторюсь, действительно безумно. Трудно, безумно рады, потому что на самом деле без зрителя это сложно. Очень сложно переформатироваться на новый лад, понимая, что зрителя нет в зале, что нужно говорить на камеру, что нужно общаться со зрителем, который будет смотреть нас по телевизору, по монитору компьютера или на гаджетах. Это очень сложно, но можно. Как мы уже поняли, мы можем все. И это у нас тоже получилось. Но такое закрытие творческого сезона нам гораздо роднее, поэтому мы этого очень ждали и очень волнуемся. Так что приходите, будет очень познавательно, интересно, будет очень много номеров, как новых, так и те, которые прогремели в этом творческом сезоне. Не пропустите. Несмотря на то, что в округе совсем недавно ослабили ограничительные меры для проведения культурно-массовых мероприятий, творческие коллективы успели покорить сердце зрителей. Каждый творческий сезон на сцене зажигаются новые звезды. Этот год не стал исключением. Каждый творческий сезон, конечно, у нас новые открытия, новые достижения, о которых мы, собственно, и говорим на церемонии вручения премии «Виват-артист». И такие номинанты, претенденты будут на нашем концерте. Новые лица, новые звезды. «Будь звездой» – такова финальная песня нашего концерта. Поэтому все мы звезды, и все мы открываемся по-новому, как бриллианты, у которых много разных граней. Креативная команда Дворца культуры «Арктика» приглашает на закрытие 76-го творческого сезона своих зрителей. Традиционно в программе «Церемония награждения артистов» и лучшие номера сезона 2020 и 2021 годов. Напомню, концерты пройдут 22 мая в 17 и 20 часов. И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok